МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент России дал интервью итальянским журналистам. Мы всегда предлагали серьезные отношения. О ситуации на Украине, отношениях с Италией, США и европейских страхах. Турецкие власти готовятся депортировать россиянку Варвару Караулову. На родине студентка МГУ ждут следователи. Сегодня в Баварии стартует встреча лидеров стран Большой Семерки. В Германии уже прилетел Барак Обама. Утром самолет американского президента приземлился в аэропорту Мюнхена. После протокольной встречи с представителями местных властей Обама на вертолете отправился к месту совещания. Тысячи европейцев собрались на акцию протеста против политики Большой Семерки. Городок неподалеку от места проведения саммита практически на военном положении. Туда стянуто более 20 тысяч стражей порядка. Накануне активисты попытались прорваться. Замку, где запланировано проведение саммита, не обошлось без столкновений. Несколько антиглобалистов были задержаны. Один получил ранение. Россия не собирается нападать на НАТО. Страхи европейской прессы. Россия у Владимира Путина дал большое интервью итальянским журналистам в преддверии визита в Милан. Также глава государства ответил на вопросы о попытках Запада сдержать российского медведя, об украинском кризисе, отношениях с Италией и о себе самом. Иоанн Воскресенский слышал метафоричный диалог. Привилегированные отношения. Пока соседи по Европе попрекают строптивых итальянцев в чрезмерных симпатиях к России, итальянские журналисты на встрече с президентом Путиным и сами едва не сокрушаются. С чего это отношения испортились? Корреспондент, который нашел себе в России жену, в итальянской манере сравнил нынешнее политическое похолодание с размолвкой. И даже указал на разлучницу. Высказывалось такое мнение, которое говорило о том, что Россия чувствует себя преданной, брошенной со стороны Европы, как любовница бросает любовника. Что сегодня не так в этих отношениях? Вы считаете, что в украинском кризисе Европа слишком сильно зависела от Соединенных Штатов? Президент метафору подхватил. Если у вас такие отношения с женщиной, то есть вы не берете на себя никаких обязательств, то вы не имеете права требовать от вашего партнера или от партнерши каких-то обязательств в отношении вас. Мы никогда не относились к Европе, как к любовницам. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Мы всегда предлагали серьезные отношения. А у меня сейчас такое впечатление, что Европа старалась строить с нами отношения на материальной основе, причем исключительно в свою пользу. Неизбежный вопрос про Украину журналистам даже задавать не пришлось. Президент сам заговорил о причинах нынешнего политического кризиса. Он начался с кризиса сугубо украинского, но обернулся в настоящей трагедии, которую вполне можно было избежать. Вокруг чего спор зародился? Бывший президент Янукович сказал, что он должен подумать о подписании договора об ассоциации Украины с Евросоюзом и, может быть, добиться каких-то изменений и провести консультации с Россией, как со своим основным торгово-экономическим партнером. Начались беспорядки в Киеве в этой связи или под этим предлогом? Они были активно поддержаны и европейскими нашими партнерами, и американскими. Затем переворот, абсолютно антиконституционные действия. Новые власти заявили, что они подписывают договор, но откладывают его имплементацию до 1 января 2016 года. Спрашиваются, зачем переворот-то делали? Зачем довели дело до гражданской войны? Результаты тут же самые. В Москве были не против того, чтобы Киев подписал договор с Брюсселем, утверждает президент Путин. Просто интересы Москвы при этом тоже надо было учесть. Теперь уже не до разговоров о былом, лишь бы у соседей не было войны. Мы, конечно, со своей стороны делаем и будем делать все, что от нас зависит, чтобы оказать влияние на власти непризнанных самопровозвращенных республик Донецкой и Луганской республик. Но не все от нас зависит. Наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах должны оказать соответствующее влияние на киевские власти сегодня. У нас нет на них такого влияния, как есть в США и в Европе. Чтобы они, киевские власти, выполняли все, о чем договорились в Минске. Только следуя Минским договоренностям, киевские власти могут сохранить Донбасс в составе Украины, говорит президент. Европейцам, которые видят угрозу со стороны русского медведя, Путин отвечает. Никакой агрессии, исключительно оборона. Тем более НАТО на военные расходы тратит во много раз больше России. Я думаю, что только нездоровый человек и то во сне может себе представить, что Россия вдруг нападет на НАТО. А в некоторых странах просто, мне кажется, спекулирует на страхах в отношении России. Допустим, СССР хочется сохранить свое лидерство в Атлантическом сообществе. Нужна внешняя угроза врага, нужен обязательно внешний, для того, чтобы обеспечить это лидерство. Ну, Ирана явно недостаточно, не та угроза. Мне очень страшно. Кем пугать? Кем пугать? Ну, вот откуда ни возьмись кризис у нас в Украине. Значит, Россия вынуждена реагировать. Может быть, это специально сделано, я не знаю. Но не мы это делаем. И хочу вам сказать, нечего бояться России. Мир настолько изменился, что люди в здравом уме не могут себе представить вот такого крупномасштабного военного конфликта сегодня. Нам есть чем заниматься, уверяю вас. Но сугубо российские дела итальянских гостей тоже интересовали, спрашивали про оппозицию. У нас количество партий увеличилось в разы. Вопрос только в их состоятельности и умении работать с электоратом, умении работать с гражданами. А почему же тогда у представителей оппозиции так редко берут интервью основные российские телеканалы? Если они будут интересны, я думаю, что у них будут брать нецележащие. А вот о личном поговорить с Владимиром Путиным не очень-то удалось. Он ушел от ответа на вопрос о любимом российском правителе, сказав, что не делает для себя кумиров. И о чем сожалеет российский президент, итальянские журналисты тоже не узнали. Буду совершенно откровенным с вами. Я не могу ничего такого сейчас воспроизвести. Вот, видимо, Господь так выстроил мою жизнь, что мне не о чем сожалеть. Вы счастливый человек. Слава тебе, Господи. Впрочем, узнать Владимира Путина поближе в Италии смогут уже на предстоящей неделе, когда российский президент прибудет с официальным визитом. Я вам с Крестинской, Людмила Чернявская, 5 канал. Семеро детей, пострадавших накануне от взрыва газа в подмосковном лагере, отправленные в столичную больницу имени Спиранского. Из Дмитровского района в Москву их доставили на санитарном вертолете. Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в реанимации. Напомню, чипы произошло накануне в детском лагере. В одной из палаток взорвался газовый баллон. Ожоги получили семь подростков от 13 до 16 лет. Состояние детей госпитализированных в ожоговое отделение средней тяжести. Состояние детей, которые пошли в революционное отделение, тяжелое. Власти Подмосковья начинают проверку оздоровительных лагерей области. Ситуацию под свой контроль взял и уполномоченный при президенте России по правам ребенка. Также Павел Астахов дал указание провести внеплановые проверки всех детских центров летнего отдыха. Студентка МГУ Варвара Караулова будет депортирована в Россию из Турции за нарушение пограничного режима на следующей неделе. 19-летнюю россиянку задержали два дня назад на границе с Сирией. Сейчас девушка находится в управлении по делам беженцев провинции Батман. Это подтвердил ее адвокат. Сейчас Варвара находится в эмиграционном лагере. Действительно, ее сейчас задержали по подозрению в нарушении паспорта и визовой системы. И сейчас проходят доследственные мероприятия по установлению обстоятельств, скажем так, попытки пресечения ее границы. По некоторым данным, Варвара планировала присоединиться к боевикам исламского государства. В МВД России не исключает, что Карауловой грозит уголовное дело об участии в террористической деятельности. Россия и Египет впервые проводят совместные военно-морские учения. Накануне корабли Черноморского флота вошли в порт Александрия. Девять дней силы двух стран будут отрабатывать в Средиземном море задачи по защите морских путей от различных угроз. Флагманским кораблем назначен гвардейский ракетный крейсер «Мосфа». За последние сутки украинские силовики 29 раз обстреляли Донецка и его окрестности, сообщают Минобороны ДНР. Огонь вели из танковых орудий, зенитных установок и гранатометов. Ранены двое местных жителей. Разведка ДНР выяснила, что украинские военные зачастую гибнут из-за собственного неумения обращаться со стрелковым оружием. В частности, зафиксировано несколько случаев самострела из автоматов. Среди участников финального матча Лиги чемпионов оказался школьник из России Тимофей Тутариков. Набрал наибольшее количество голосов в интернет-конкурсе и получил право выйти на поле с одним из знаменитых футболистов перед началом игры. Мой лучший друг, он мне очень завидует и в то же время за меня очень рад. Для российского школьника выход на стадион оказался не единственным счастливым событием. Лигу чемпионов выиграл его любимый клуб Барселона. В одном из детских садов Екатеринбурга работает настоящий усатый нянь. Начинал единственный на Урале мужчина-воспитатель со службы в полиции, но после сокращения офицер вспомнил о своей детской мечте – работать с малышами. Стал педагогом в младшей группе. С уникальным наставником встретился Александр Пугачев. «Берегитесь же, плутовки! Мы поставим мышеловку! Опа!» Посмотреть на эти игры порой собираются не только родители, но и коллеги из ближайших детских садов. Владимир Васильевич – местная знаменитость, единственный в округе воспитатель мужчина. «Мы злобные еди рады, и мы не виноваты, что у нас в себе золотое сокровище маня». В отличие от Иннокентия Четвергова, героя знаменитой комедии «Усатый нянь» Владимир Мерехов отправился в детский сад по собственному желанию, успев, правда, перед этим побыть еще и дорожным инспектором. Поэтому порядок в группе теперь железный. Нарушителей дисциплины Владимир Васильевич останавливает исключительно строгим взглядом и уверенным словом. Обычно я подхожу к детям не с позиции, что я нянечка какая-то, должен быть сюси-пуси. И дети ждут от людей, от взрослых, равного отношения к себе. Они не любят, когда с ними много сисюкается. Мерехов не жалеет сил на активные игры на улице, участвует во всех детских праздниках и с упоением читает воспитанникам любимые книги. «Увидев, что из дома никто не выходит, не зная-ка его спутники вошли в помещение, и дверь сейчас же за ними захлопнулась». Приучение к самостоятельности и порядку даже в образцовой группе Мерехова не всегда проходит гладко, но авторитет Владимира Васильевича всегда на высоте. «Бывает, другая, здесь мы балуемся. Если он печится, то равно он хорошее». Мерехов считает себя продолжателем семейной династии. Мама работала в детском саду, и все детство там прошло. Поэтому в садике, в окружении детей и других педагогов Владимир Васильевич никогда не чувствует себя чужим. Заведующая этим детским садом уверяет, что воспитатели мужчины – это вовсе не вымирающий вид. Иногда они все-таки приходят, и некоторые даже успевают какое-то время поработать. А вот понравится детям настолько, что они будут с удовольствием ходить в детский сад к своему педагогу, получилось пока только у одного Мерехова. «У меня в практике уже были мужчины-воспитатели, но скажу вам, что это один из лучших тех, кого я видела. Когда в прошлом году Владимир Васильевич выпускал группу, родители сказали, что они хотели бы привезти второго ребенка именно к Владимиру Васильевичу». Он действительно любит свою работу и каждый день открывает для себя что-то новое в воспитательном процессе. Вот только причесывать длинноволосых девочек так и не научился. Если закрепить резинкой хвост – это в два счета, то плетение косичек приходится передоверять коллегам-женщинам. Александр Пугачев, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5-й канал, Екатеринбург. Во Владивостоке и Москве несколько тысяч человек приняли участие в акции, призванные обратить внимание на проблему сохранения леопардов. В России популяция этой редкой дикой кошки обитает только в национальном парке в Приморье. По некоторым данным, в природе осталось всего около 70 дальневосточных леопардов. Поддержать активистов пришли и сотни россиян, многие с маленькими детьми, для которых устроили конкурсы, концерты и мастер-классы. Одновременно во Владивостоке и Москве прошел флешмоб. Волонтеры выстроились в форме отпечатка лапы леопарда. И на этом пока все. Это была программа «Сейчас». Хорошего вам дня и до встречи на пятом.